Господа, чтобы заказать машину из США, Китая, Кореи, Европы или ОАЭ, если вдруг вы об этом подумывали, ну и чтобы поддержать канал с русскими переводами видео от Дага Демура, обязательно обращайтесь к моему хорошему и проверенному временем другу из компании «Кто твой дилер?». Тимур, владелец этой компании, занимается импортом автомобилей в Россию с 2013 года, обладает большими знаниями и опытом в этой сфере, и по личному опыту могу сказать, что ему можно доверять. Команда компании «Кто твой дилер?» поможет подобрать хороший автомобиль и предоставит полное сопровождение от подписания договора до момента получения ключей. Все будет сделано быстро и без лишних хлопот. Ребята поддерживают наш канал, давайте и мы поддержим их. Для этого переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на их YouTube и Telegram-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю вам машину мечты и приятного просмотра. Это новый Mercedes-Benz CLE 450 2024 года. Новенькая модель в линейке Mercedes-Benz. Купе и кабриолетов C-класса больше нет. Купе и кабриолетов E-класса больше нет. На замену им пришел CLE. Для тех, кому нужно нечто чуток более спортивное, чем четырехдверный седан Mercedes. Сегодня я собираюсь снять обзор на этот CLE 450, чтобы показать вам все его фишки и особенности. СПОНСОР СЕГОДНЯШНЕГО ВИДЕО ОГРОМНОЙ АУДИТОРИИ КАСНБИТС.КОМ Ладно, время для фишек и особенностей Mercedes-Benz CLE. Но сперва краткий рассказ о том, что это за машина. Несколько лет назад Mercedes решили сократить свой модельный ряд, заменить некоторые машины, которые как бы дублировали другие их машины. Вероятно, у них было слишком много моделей. Другими словами, им не нужны были купе и кабриолет C-класса, одновременно с купе и кабриолетом E-класса. Они были слишком похожи. Поэтому теперь обе эти машины совместили, создав CLE, который по размеру чуть меньше C-класса, а также очень похож на олдскульный CLK, который продавали с конца 90-х до конца нулевых. В то время эта машина была популярной, ее заменили на C и E, и теперь это снова одна модель. CLE. При том, что C и E были заменены, CLE доступен как в виде купе, так и в виде кабриолета. На данный момент доступно две модели, и вскоре их станет еще больше. Версия начального уровня – это CLE 300. Это базовая версия для Северной Америки, она оснащена турбированными четырьмя цилиндрами, которые выдают 255 лошадиных сил. Это же Muscle Car CLE 450 с турбированными шестью цилиндрами, которые выдают 375 лошадиных сил. Также на подходе высокопроизводительная версия CLE 53 AMG, в которой использовали такой же двигатель, но настроен он на большую мощность. Он выдает 440 лошадей. И пусть Mercedes еще и не анонсировали этого, предположительно также у них будет CLE 63, в который будет добавлен электрический плагин-компонент. И это поднимет мощность до 670 лошадей, как у C63 и других 63-х моделей. Но пока что есть только вот это. Цены стартуют в районе 58 тысяч долларов за купе CLE 300 начального уровня, вплоть до 80 тысяч за CLE 53 AMG. И само собой, раз уж это шестицилиндровый CLE 450, на пластиковой крышке двигателя расположились шесть полосок, чтобы все были в курсе, что это шесть цилиндров. Так выглядит этот универсальный символ. Количество этих полосок на пластиковой крышке двигателя соответствует количеству цилиндров в двигателе. Забравшись внутрь нового CLE, вы тут же обнаружите, что практически все, что здесь есть, исполнено в духе Mercedes. Такой же, как в других моделях Mercedes-Benz, но есть здесь и несколько довольно интересных фишек. Начнем с дверей. CLE задумывался как четырехместное купе. Задний ряд здесь не только ради показухи, предполагалось, что им будут пользоваться. Потому двери довольно большие и тяжелые. И в результате из-за такой длины дверей вам будет непросто дотянуться до ремня безопасности. Поэтому после того, как вы сядете внутрь, ремень безопасности будет подан вам с помощью электроники вот этой выдвижной панелью. Затем пристегиваете ремень, и эта панель автоматически задвинется обратно к себе на место до тех пор, пока она вновь не понадобится. Исполнено достаточно интересно. Другая интересная вещь касательно двери. Она настолько большая, что закрыть ее будет довольно непросто, особенно стоя на холме и в тесных парковочных местах. Дверь большая, потому закрывается она не так-то уж и легко, и выбраться наружу тоже будет не так просто. Очень большие двери, и это, в принципе, недостаток любого купе с четырьмя настоящими сидениями. Но, так или иначе, забравшись внутрь, как я уже упомянул, вы обнаружите, что этот салон похож на салоны многих других Mercedes-Benz. И, если честно, это хорошо. Красивый салон, очень качественный, очень хорошо скомпонован. В нем использованы превосходные на вид и ощупь материалы. Кроме того, вы получите вот такую привлекательную плоскую отделку с тонкими полосками на вид, как деловой костюм. Салон, в целом, очень привлекателен, очень хорошо проработан и хорошо сделан. Mercedes-Benz хорошо продумали этот салон, поскольку они уже использовали подобную компоновку во многих других своих автомобилях. ГЛЦ, ГЛЕ, Е-класс, С-класс. То есть, они хотели сделать нечто отличное, и у них это очень хорошо получилось. И здесь есть кое-какие необычные фишки. Например, то, как открывается люк. Здесь нет переключателя, нажав на который он откроется. Вместо этого, на потолке есть чувствительная к касаниям панель. Проведите по ней пальцем, и, как видите, солнцезащитная шторка начинает открываться. И вы можете в любой момент ее остановить, просто коснувшись этой панели. Затем сдвинуть ее в противоположном направлении, также проведя пальцем по этой панели. Интересно, что сам люк работает таким же образом. Когда шторка открыта, проведите по этой панели пальцем, и люк откроется. Чтобы его остановить, коснитесь этой панели. Чтобы закрыть его, проведите пальцем по этой панели в противоположном направлении. Необычно и определенно фишка. И вот еще одна интересная фишка здесь. Вот это маленькая черная панелька на центральной контрольной панели. Это считыватель отпечатка пальцев. Вы можете запрограммировать в машину свой отпечаток, и привязать к нему все необходимые вам настройки. Забравшись внутрь, вместо того, чтобы брать с собой нужный ключ или еще что, просто коснитесь этой панели, она считает ваш отпечаток пальца и установит нужные вам настройки. Очень круто. Еще один интересный и прикольный штрих – настройка климат-контроля. При понижении температуры ножной колодец будет подсвечен синим цветом, чтобы отметить, что воздух становится холоднее. Если поднять температуру, то на какое-то время он станет подсвечен красным, указывая на то, что воздух становится теплее. Вроде как уловка, но мне она кажется довольно крутой. И, к слову, о подсветке в салоне. Амбиентную подсветку можно изменить буквально как угодно. И изменится тут многое, поскольку эта подсветка буквально всюду. На дверях, на торпедах, даже на вентоотверстиях есть амбиентная подсветка. Так что вы можете подобрать нужный вам цвет вот здесь. Кроме того, здесь есть двухцветный вариант, то есть что-то будет красным, что-то синим. И эти цвета даже могут сменяться во время движения, перетекая из красного в синий, в розовый. Любой цвет, что только вам может понадобиться. Все это является довольно крутым элементом, задающим настроение в этом салоне. Но, раз уж мы коснулись мультимедийного экрана, давайте обсудим мультимедийную систему. Последняя версия MBUX Mercedes – это настоящая фантастика. В самом деле, одна из лучших мультимедийных систем во всей автомобильной индустрии. Мне нравится домашний экран, сейчас он перед вами, по сути, это карта. Но на карте есть несколько небольших иконок и областей, которых можно коснуться, чтобы перейти в настройки медиа, радио или машины. Всего, что вам может понадобиться. И если вам нужно больше настроек, просто нажмите кнопку «Домой», так вы попадете в еще одно меню, где расположились все приложения и меню, в которые вы можете перейти. Все в этой системе очень интуитивно, очень отзывчиво, с ней очень легко разобраться. В самом деле, одна из лучших мультимедийных систем в индустрии. Еще мне нравится ситуация с камерами. Во-первых, изображение с камер чрезвычайно высококачественное, как вы можете видеть, очень высокое разрешение, очень много разных углов обзора, в том числе и 3D-камера, с помощью которой можно осмотреться вокруг машины. Так вам будет очень легко совершать маневры и парковаться в тесных местах. Но, и еще мне нравится то, насколько легко эта система камер включается. Например, вот вы паркуетесь где-то в тесном местечке, вам не обязательно рыться по меню в этом экране или вставать на заднюю, чтобы включить камеру заднего вида. Просто коснитесь этой маленькой буквы P с изображением камеры, и система камер тут же появится на экране. Легким нажатием кнопки вы выведете изображение с камер на экран, и вы с легкостью сможете оглядеться вокруг буквально по нажатию одной кнопки. Единственный настоящий недостаток системы MBUX в том, что в нее интегрированы все функции климат-контроля. То есть для его настройки у вас не будет физических кнопок, переключателей и крутилок. Но они сделали все это фантастически удобно. Регуляторы климат-контроля всегда внизу экрана, они зафиксированы на месте. Даже на экране они не двигаются, они всегда находятся в этом месте. То есть вам всегда будет видно, какая температура выбрана, куда направлен воздух, включена ли рециркуляция. Если вы решите его включить, регуляторы всегда будут под рукой. Это, конечно, не так же легко, как нащупать нужный переключатель руками, но тоже очень удобно. И подогрев с охлаждением сидений не интегрированы в экран. Эти регуляторы находятся на дверных панелях, как и во всех моделях Mercedes-Benz. Для этого у вас будут физические кнопки. Просто коснитесь их и копаться в экране для этого не придется. Как по мне, это вполне хорошее решение. Еще один большой экран в этом салоне – экран приборной панели. Он также совершенно фантастический. Мне очень нравится настраиваемость этого экрана. Его можно переключить в спортивный режим, как видите, так приборка станет очень спортивной. Кроме того, на весь этот экран можно вывести карту. Так, карта навигации будет прямо в поле вашего зрения. Либо вы можете выбрать классический традиционный дисплей с обычными приборами и информацией по центру. И вы можете вывести туда практически любую информацию, в том числе и уменьшенную версию карты. Так что даже выбрав классический дисплей, на него также можно вывести карту навигации. И она будет в поле вашего зрения. Фантастическая и хорошо продуманная система. Разве что в моделях Mercedes-Benz до сих пор на руле нет кнопки следующего трека, с которой можно было бы легко сменить песню или радиостанцию. Это какая-то бессмыслица. Чтобы сменить песню, вам придется коснуться экрана вот здесь, либо музыку и радио можно вывести на центральную панель экрана классической приборки, а затем вот здесь провести своим пальцем, и так можно выбрать следующий трек. Но тут недостаток заключается в том, что на экране должен быть включен раздел с музыкой. Если там карта, то функция следующего трека на руле перестанет работать, и вам придется воспользоваться мультимедийным экраном. Безумие, что Mercedes до сих пор так делают. У всех остальных на руле есть удобная кнопка следующего трека, но не у Mercedes-Benz. Очень жаль. Еще одна жалоба на эту машину. Зеркало заднего вида. Это именно зеркало. В большинстве высококлассных машин в это зеркало интегрируют изображение с камеры заднего вида, чтобы улучшить задний обзор. И в этой машине это особенно неудобно, поскольку это купе с покатой линией крыши. И задние сиденья немного загораживают обзор своими подголовниками. Задний обзор с таким зеркалом будет так себе. С камерой все было бы видно намного лучше, как у многих других автопроизводителей. Жаль, что Mercedes-Benz не делают так ни в одном из своих новых продуктов, не считая Геллендвагена 4х4. Хотелось бы, чтобы они все же немного больше следовали современным тенденциям. Но раз уж мы обсуждаем задний ряд, давайте поговорим о том, что происходит там. Как я уже говорил, задний ряд этой машины рассчитан на использование. Пожалуй, для редких поездок, но все же людей туда можно усадить. Это не одна из тех двухместных машин с тестым задним рядом, который нужен для небольшой дополнительной практичности. Здесь вполне нормального размера задний ряд. Так что сзади есть вполне приемлемые удобства. Например, вент-отверстия специально для пассажиров заднего ряда, держатели для стаканов по центру. Вот они, чтобы задним пассажирам было куда поставить свои напитки. И по бокам даже установлены небольшие симпатичные динамики рядом с сидениями для улучшения звучания. Как вы можете видеть, сзади есть лишь два сидения. По центру сидения нет, машина четырехместная, и сидения эти не огромные. Но крупнее тех, что делают в машинах поменьше, вроде Mercedes SL, Porsche 911, где задние сидения едва ли существуют. И, само собой, если вы возьмете CLE кабриолет, на заднем ряду будет больше места для головы, пока крыша будет опущена. Там у задних пассажиров будет больше пространства, чем в купе. И, наконец-то, перемещаемся наружу нового Mercedes-Benz CLE. И сперва давайте взглянем на дизайн его экстерьера. И выглядит он, если честно, вполне симпатично. Ни броско, ни вычурно, но машина очень привлекательная. Не такая красивая и не особенная, как Mercedes CLK, как по мне. Особенно второе поколение CLK. Его дизайн без задних стоек всегда оказался мне очень красивым. Этот же больше похож на стандартные модели Mercedes-Benz из доступных на данный момент. Только в форме купе. Но большинство новых Mercedes-Benz довольно хорошо выглядят, и этот не исключение. Привлекательный дизайн выглядит приятно, и, как по мне, это окажет позитивный эффект на продаже. Что до фишек экстерьера, вероятно, самое главное из них – это передняя решетка. Издалека она смотрится как вполне традиционная решетка. Но если подойти поближе, вы заметите, что ее отделка состоит из маленьких логотипов Mercedes-Benz, которые один за другим повторяются, создавая переднюю решетку. Прекрасная фишка, которую можно заметить, если посмотреть на решетку повнимательнее. И, к слову, о логотипах Mercedes-Benz. Вот еще один крутой фокус. На этот раз сзади. Обратите внимание на отсутствие очевидной ручки багажника. Дело тут в том, что багажник открывается с помощью логотипа Mercedes-Benz. Нажмите на верхнюю часть логотипа, и багажник автоматически открывается. Посмотрите еще разок. Нажмите, и он автоматически поднимется, предоставив вам доступ к багажнику. Довольно прикольная небольшая фишечка. Но, так или иначе, открываем багажник, и вот что в нем есть примечательного. Во-первых, он довольно просторный. Особенно для двухдверной машины, в которой практичность не является важным приоритетом. Здесь сзади на самом-то деле достаточно много пространства. И кроме того, по бокам есть пространство за вот такими сеточками для предметов поменьше, чтобы они не летали по багажнику. Еще вы можете поднять пол. Под ним есть еще больше пространства, также для небольших предметов, которые, по вашему мнению, не должны просто лежать в багажнике. И здесь есть крутой скрытый крюк на верхней части багажника. Потянитесь за него вниз, и вы обнаружите крючок для сумок с покупками, если вдруг вы перевозите что-то хрупкое, и хотите зафиксировать это, чтобы в поворотах оно не летало туда-сюда. Можете зацепить это за вот этот маленький скрытый крючок в багажнике. Очень практично. Ну да ладно, раз уж мы заговорили о прохождении поворотов, будет интересно посмотреть, как CLE450 ведет себя на дороге. Так что пришло время сесть за его руль и прокатиться. Ладно, веду CLE450. Это интересная машина, Mercedes решили сократить свой модельный ряд, чтобы в нем было не так много одинаковых купе, седанов и подобных тачек. То есть CLE заменяет C-класс и E-класс, и должен сказать, что конкретно эта версия едет довольно неплохо. Двигатель это настоящая фантастика. В нем установлен тот же двигатель, что и в моей повседневной машине. Это E450, только здесь он немного мощнее, его немного улучшили, но по сути это тот же мотор. И я вроде как знаком с этим двигателем. В своей машине я проехал уже 32 тысячи километров, и мне нравится эта силовая установка. Считаю ее чрезвычайно способной, отзывчивой, шустрой, мягкой. Это шестицилиндровый двигатель, который вполне передает ускорение V8, и очень хороший расход топлива, как в шестицилиндровых двигателях. Всегда любил эту силовую установку со времен ее выхода, и в самом деле думаю, что это очень-очень впечатляющий двигатель. В этой машине он не так же отлично работает. Эта машина по задумке должна быть спортивнее, более захватывающей, агрессивнее. И на самом деле это вполне спортивная силовая установка, даже при том, что в моем универсале такая же. Там она тоже довольно агрессивна. Если перевести ее в спортивный режим, как я сейчас это сделал, и выжать газ, вы тут же почувствуете отклик. Обороты быстро пойдут вверх, и машина очень шустро начнет ускоряться. Теперь давайте про качество езды. Едет очень мягко. В таких Mercedes всегда хорошо совмещали вполне спортивные ощущения и вполне роскошные ощущения. Я сказал бы, что он не настолько увлекательный, как BMW 4 серии, даже при том, что с годами та машина становилась крупнее и больше ориентирована на роскошь. Однако она не потеряла свои преимущества в плане увлекательности относительно машин вроде CLE. В общем, он вполне хорош, рулится и управляется хорошо, но и эта машина кажется вполне спортивной. Рулиться и управляется относительно шустро, очень предсказуемо. И она не особо крупная, не так сильно кренится, в поворотах ощущается вполне шустрой. Она довольно предсказуема, достаточно юркая. И я не то чтобы ожидал такого от этой машины, особенно учитывая, что это не AMG модель. С учетом сказанного, есть тут и недостатки. Силовая установка хороша, относительно шустрая и рулится по спортивному, но это не спорткар. И я думаю, что люди, которые покупают такие, думают, что получат прям что-то спортивное. Но, вероятно, вы разочаруетесь. Суть этой машины не в этом. Она просто должна как бы привнести немного спорта в жизнь людей, чьи дети уже закончили школу. Или еще что, чтобы поездить по Палм Спрингс. Что-то такое. Им нужно нечто чуток более увлекательное и захватывающее в их последней главе жизни, скажем так. Версии этой машины погорячее. 53-й и 63-й модели больше подходят покупателям помоложе. А вот это, мне кажется, скорее предназначено для людей постарше, которым не нужны спортивные возможности, спортивный уровень AMG GT или SL, или даже 4-й серии BMW или M4. В целом, подумав об этой машине, что меня впечатлило, как и во многих современных моделях Mercedes-Benz, в которых я бывал, они хороши во всех смыслах. В целом, фантастические технологии, комфортная езда. Здесь очень тихо, хороший салон, он хорошо выглядит, хорошо скомпонован. Здесь хорошие материалы, хороший мягкий двигатель, хорошая мощность и расход топлива. Мне кажется, что вспоминая Mercedes-Benz этой эпохи, мы будем думать, что это была одна из лучших их эпох. Как сейчас мы говорим про эпоху середины 90-х, когда Mercedes сделали очень особенные и хорошо продуманные машины. Думаю, что эта эпоха будет похожа на ту. Они выглядят более сдержанно, классически привлекательные. И в целом, ощущение от вождения, внешность, технологии – это отличные машины. И это является хорошим примером. Конечно, это довольно нишевый сегмент рынка, потому что все же люксовые купе – это не самые популярные машины. Но если вы заинтересованы в подобном сегменте, то это очень конкурентная машина, как и многие другие современные модели Mercedes-Benz. Итак, это новый Mercedes-Benz CLE 450 2024 года. Это привлекательная машина с хорошим дизайном, хорошей силовой установкой и высококачественным люксовым салоном. И даже при том, что спрос на купе идет вниз, подозреваю, что эта машина будет относительно успешна, поскольку у Mercedes-Benz в этом сегменте дела шли всегда довольно неплохо. Так или иначе, теперь пришло время оценить новый CLE 450 по шкале Дага. И вот шкала Дага. 59 из 100, что размещает CLE 450 здесь. Может показаться, что он довольно низко в списке, но на самом деле дело в том, что большинство его соперников это спортивные машины. Вероятно, просто существует не так много неспортивных вариантов, которые могли бы посоперничать с CLE. Ближайший его соперник это BMW M440i, он чуть-чуть менее комфортный, но его вождение увлекательнее, более захватывает, потому и оценка у него выше. По факту даже новый седан E450 получает оценку повыше. Пусть их показатели и похожи, все же в нем больше практичности. CLE это, на удивление, хорошая машина, но это нишевая модель для относительно неширокой аудитории. Перевел и озвучил Дима Экзосфера.